Девушки отдыхают Коля, ты почему опаздываешь, а? Почему ты не в костюме? Оль, прости, но я не могу на тебе жениться Ты сообщаешь мне в день свадьбы перед ЗАГСом? Тебе не я нужен, а это чертова свадьба! Нет, Коля! Не надо! Имей гордость! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Меня жених в день свадьбы бросил и уже неделю не отвечает на звонки На работе сказали, что он отпуск взял Вообще-то мы вместе взяли отпуск, чтобы в свадебное путешествие полететь в Сочи Наверное, он без меня улетел Вы работаете вместе? Да, в одном пиар-агентстве Собственно, там и познакомились Вообще, Коля был инициатором отношений Три месяца встречались, потом решили пожениться Все прекрасно было Коля внес первый взнос по ипотеке в нашу будущую квартиру Ничего не понимаю Он потратил деньги, а сейчас исчез Ну, бред же какой-то А с кем ты сейчас живешь? С бабушкой, а Коля у друга квартиру снимает Знаете, мне кажется, что эта мать магию навела Чтоб моей свадьбе помешать Откуда же такие подозрения? Да она всегда пытается мне нос утереть Она на мою свадьбу пришла в белом платье Чтоб меня затмить А после того, что произошло перед ЗАГСом Я не услышала ни одного утешения, ни одни издевки Он меня бросил прямо перед ЗАГСом Бабушка, как он мог Ну, я же тебе говорила Ну, зря ты его так рано в ЗАГС-то потащила Ну, вот он испугался Ну, вы же с ним всего три месяца встречались, понимаешь? Ну, к чему такая спешка? Да и стоило бы подождать, пока я выздоровлю Я бы тоже хотела у тебя на свадьбе побывать Ну, может, и хорошо, что до свадьбы-то не дошло Пусть лучше сейчас бросит, чем через пару лет Почему ты считаешь, что он в любом случае меня бросит? Я что, не такая красивая, как ты, да? Нет Просто если сейчас сбежал, значит, не любит Мадя, замолчи Ну, что ты Мать прикрывается заботой обо мне А на самом деле хочет мне навредить Да и не мать она мне, кукушка Меня бабушка воспитала С бабушкой живу А мать живет с очередным своим женихом Мне когда три года было, она развелась с отцом и меня бросила Получается, я гадкий утенок Я за тебе маму так сказала Нет, но я же знаю Она вообще думала, что я никогда не встречу нормального парня И не выйду замуж А я встретила И у нас должна была быть свадьба Так ты замуж и решила выйти, чтобы матери нос утереть? Нет, я люблю Колю Я не поверила своему счастью, когда он обратил на меня внимание Честно, я с ним счастлива Да все было прекрасно, пока мать магию не навела Магия действительно разводит вас с женихом Но вмешалась она из-за проблемы, которая давно разъедала ваши отношения Это руна Оду Она указывает на головной убор, который хранится у твоей матери Это подклад на разрушение отношений Вот, это точно мать Она магию наложила Этого я не вижу Но ты должна принести мне этот подклад Погладь сову Ладонь горячая стала Эта сова тебе часть своей энергии передала Она тебе помочь хочет Теперь, как возьмешь в руки заговоренный головной убор Он тебя обожжет Итак, нас с Колей разлучила магия Которая была на подкладе головного убора И хранился этот подклад у моей матери Сомнений больше не было Это она хотела разлучить меня с Колей Ты куда пропал, Коля? Ты что происходит? Ты почему роспись отменил? Ты где вообще, в Сочи? Нет, я в Иваново у родителей Помогаю маме ухаживать за отцом после инфаркта Так, а когда возвращаешься? А ты не хочешь узнать, как мой папа? Прости, как папа? Не очень Ну и надолго ты там? Не знаю Что значит не знаю? Я беременная, как ты можешь? У меня отец болеет, как ты можешь Привет А ты что, Бизанка? А может быть мне еще официальный запрос тебе за неделю отправлять? Слушай, опять вся в крошках Мам Сама на кожу жалуешься, а сама вон сладким объедаешься Перестань меня унижать Да я не унижаю тебя Ты же сама на окна жаловалась Ой, все Дай мне этот головной уборок, который с магией О, привет, Поля Здравствуйте Наденька, ну что, торт резать? Конечно, режь Ждем вас Мы здесь помолвку отмечаем А меня ты, конечно, забыла пригласить Слушай, ну извини Ну, все спонтанно получилось Проходи Ну нет, нет, что ты, спасибо Боюсь вам помешать Я ужасно злилась на мать и на себя Зачем я психанула и ушла? Надо было найти и забрать у нее этот чертов подклад Мама помолвку отмечает А меня даже не пригласила Ну, меня она тоже не пригласила А что, ты бы пошла, если бы она тебя позвала? Нет, конечно Это же вопрос элементарной вежливости Да, она никогда меня не любила Вечно со мной соревнуется И сейчас пытается доказать, что умнее и красивее А меня вечно критикует Да, она с тобой не соревнуется Просто из кожи ему он лезет, чтобы замуж выйти Она несчастливая Да у нее все прекрасно Она вон замуж собралась Уверяю тебя До свадьбы у них с этим гостиком не дойдет Потому что он гнилой А Надька Ой, она всю жизнь по мужикам прыгает Сначала вот за отца твоего вышла А он за границу уехал, бросил ее Второй муж тоже пять лет пользовался К молодой ушел Она вон тебя бросила, чтобы жизнь свою устроить А все не получается На следующий день Коля наконец объявился на работе Я очень хотела добиться от него объяснений Почему он отменил свадьбу? Привет Как отец? Пока без изменений Но спасибо, что спросила Коль Ты зачем свадьбу отменил? Я беременна, как ты мог Я не просил тебя беременеть Ты не хочешь ребенка? Ты меня не любишь? Думал, что люблю Но это меня удивило У моего отца инфаркт Я прошу отложить свадьбу, но ты ни в какую А я не хочу выходить замуж с животом Мать подумает, что ты женился на мне по залету Да при чем тут твоя мать? Ты не слышишь меня? Мой отец болен А тебе свадьбу подавай Коль Опять поссорились? Вообще не узнаю Неужели он меня разлюбил, а? Полин Может он тебя и не любил? Ты так быстро его воборот делаешь, что он даже опомниться не успел Воборот? Да это он за мной ухаживать начал То кофе попить, то на обед пригласил Мол, ему помощь моя нужна, что посвоится А я действительно думала, что ему помогают До того момента, как он меня проводил домой и поцеловал Это кто еще кого воборот взял? Куда пойдем? Давай из-за углов Ну и куда это вы намылились? Пообедать То есть недели у тебя не было, со мной ты времени провести не хочешь, а с моей подругой хочешь? Полин, мы просто хотели обсудить проект Что ты врешь? Тебе не стыдно? Ты, моя подруга, идешь с моим женихом в ресторан Да иди ты Как ты достала со своими претензиями Я не хочу весь вечер слушать, какой я гад, что отменил свадьбу Ну прости, любая была бы в ярости Да это я в ярости Ты сказала, что беременна, потом тут же заявила, что нам надо пожениться и ринулась в организацию свадьбы Ты даже одуматься мне не дала Ну прости, все женщины мечтают о свадьбе Ты стала одержимой Ты перестала меня слышать Я тебе говорю, у меня желудок ноет А ты мне какие канапе я хочу на свадьбу Я говорю, у меня с отцом беда А ты мне о списке гостей Достала! Жених Полины Николай отменил свадьбу и пропал Полина подозревала, что он находился под действием магии Вера подтвердила наличие магии, которая пришла через заговоренный головной убор Полина была уверена, что виновницей магии была ее мать Встреча Полины с матерью закончилась ссорой Полина выяснила, что Николай навещал отца после инсульта Жених обвинил Полину в том, что она была одержима идеей свадьбы и перестала его слышать Ты опять без предупреждения? Я была в шоке Коля изменился до неузнаваемости Все дело было в магии и ее нужно было поскорее с него снять А для этого мне надо было забрать у матери заговоренный головной убор Что ты делаешь? Какой головной убор ты заговорила, чтобы разлучить меня с Колей? Что значит заговорила? Что ты делаешь? Я рассказала, что я обожгу руку, когда прикоснусь к заговоренному головному убору Так вот же он Это моя свадебная тиара Это ты подарила мне ее на свадьбу Ты ее заговорила Это из-за тебя, Коля, свадьбу отменил, дрянь Да как ты смеешь? Видно, плохо я тебя воспитала А ты меня и не воспитывала Ты меня бросила Ты никогда мной не интересовалась И даже слова ласкового от тебя не услышала Тебя бабушка воспитывала Вот именно, бабушка Бабушка ко мне на собрание ходила Бабушка ко мне в больницу ходила Ко всем нормальным детям На последний звонок родители приходят А ко мне бабушка Потому что родителей у меня не было Ну что я виновата, что ли? Что твой отец нас бросил И мне пришлось самой пробиваться Пробиваться? Да ты по мужикам скакала Ты даже меня на вторую свадьбу вообще не позвала Вообще-то позвала Ты сама отказалась Что мне тебя нужно было, силком тащить, что ли? Да нужно было Я нашла теару у матери Это она мне руку обожгла Да, на этой теаре магия, отталкивающая мужчин А той, которая ее наденет Это точно мать Она мне подарила ее на свадьбу И еще издевалась надо мной Что какая красивая в ней А сама она считает, что я некрасивая Ты много надумываешь Цени себя И прекрати сравнивать себя с матерью Так я и думала Это руна указывает на неуверенность в себе Ты очень низко ценишь себя И пытаешься доказать себе и матери Что ты не хуже нее Из-за этого сравнения ты и теряешь своего мужчину Нет Своего мужчину я теряю только из-за магии матери Это она хотела помешать моей свадьбе Только лишь потому, что хочет выскочить первая замуж Эта руна указывает на твою одержимость Это не мать Это ты помешалась на свадьбе Чтобы мать обогнать И из-за этого ты перестала слышать своего жениха Он стал для тебя лишь трофеем в соревновании с матерью Потому магия и смогла проникнуть А как ее снять? Для этого тот, кто заговорил Тиару Должен подержать ее Потом принеси ее мне И я сниму магию Вера сказала, что я соревновалась с матерью А не она со мной Ерунда! Ясно же, что моя мамаша решила помешать моей свадьбе Чтобы выйти замуж первой Я хотела встретиться с ней Чтобы дать ей подержать Тиару Но мать не брала трубку Кать, скинь мне ссылку По фотосессии Я занята Мне сейчас эти фотки нужны для сайта клиента Слушай, мне долго искать в переписке Попроси у фотографа, это теперь твой проект Почему это ты так со мной разговариваешь? А ты не понимаешь? Может быть хватит себя так вести, а? Вы что, из меня идиотку хотите сделать? Бойкот мне туда не устроили? Ты что, не понимаешь, что Катя хочет тебя увести? А я что, племенной бык? Или какой-то неодушевленный предмет? Хотя последнее время я так себя и чувствовал У моего отца был инфаркт Я метался между больницей и работой А ты меня как куклу для свадьбы наряжала Учила, как мне надо себя вести! Не отмазывайся! Признайся, что ты хочешь меня бросить Только потому, что я не так хороша для тебя! Я некрасива! Мои отношения с Колей висели на волоске Мне нужно было срочно снять с него магию После работы я поехала к матери Чтобы дать ей подержать тиару Которую она заговорила Опять ты со своими этими бреднями? Не до тебя мне сейчас Мне через час надо быть на работе в салоне У меня клиентка А еще Костик пропал Дома не ночевала, телефон не отвечает Это он от тебя сбежал, как мой отец И твой второй муж Почему ты меня так ненавидишь, а? А за что мне тебя любить? Мало того, что ты меня бросила Так ты еще тиару заговорила Чтобы с Колей меня разлучить Да что за бредни? Зачем мне вообще это надо? Если хочешь знать эту тиару Мне мать подарила на свадьбу с Костей Но только не по возрасту У меня уже такие финтифлюшки И когда ты ее возле ЗАГСа выбросила Я ее подобрала Не знаю зачем Так это бабушка подарила тебе эту тиару А ты отдала ее мне? Это бабушка ее заговорила Поехали к ней Ба Это ты ее заговорила? Ну да, я Ну что ты наделала? Ты же из-за этой тиары Коля меня бросил Мне мать ее на свадьбу подарила Зачем? Да, кстати А зачем ты ее заговорила? Да чтоб свадьбе твоей помешать Ну я ж не знала, что ее Полинке передашь Мам, зачем ты хочешь разрушить мои отношения? Потому что Костик твой гнилой Мой Костик предприниматель Богатый и уважаемый человек Знаешь, я этих предпринимателей Насквозь вижу Он у тебя живет Ты его кормишь, поешь Да у него ремонт в доме, мам Угу, ремонт Полгода Ну-ну Ты хоть раз этот дом-то его видела? Мам, что ты несешь? Ты что думаешь, он меня обманывает? Вот посмотри, он мне кольцо с бриллиантом На помолвку подарил Ну-ка, ну-ка Угу Курица Да это же бижутерия Стоит рублей пятьсот Я двадцать лет ювелиром проработала Уж я умею отличать бриллиант от подделки Он тебя на приманку на эту взял Я надеюсь, что ты ему денег не давала? Поля Съездишь со мной в полицию? Да, хорошо, мам Жених Полины внезапно отменил свадьбу Вера увидела, что причина в магическом подкладе Заговоренной свадебной тиаре Полина должна была дать тиару в руки тому, кто ее заговорил Полина была уверена, что виновницей магии была ее мать Надежда Которая дала ей тиару перед свадьбой Но оказалось, что эту тиару Надежде подарила ее мать, бабушка Полины Которая и заговорила ее Бабушка хотела помешать Надежде совершить ошибку И выйти замуж за очередного проходимца Ну вот, все выяснилось Тиару заговорила моя бабушка, и она подержала ее в руках Теперь я должна была принести тиару Вере, чтобы она сняла с Колей магию Но я решила помочь матери Я ни адреса его не знаю, ни паспортных данных Так, а сколько он у тебя занял? Четыреста тысяч Все, что я отложила Я еще кредит взяла полмиллиона Якобы на раскрутку его фирмы Да уж, предприниматель от бога Ну как ты за полгода не смогла его раскусить, мам? Ты что, не заметила, что он из тебя деньги тянет? Какая я дура Как я тебе кредит этот буду отдавать? Я вот не знаю, как с Колей помириться Ты что, ты его правда любишь? Или замуж просто хочешь? Да нет, ну, конечно, я его люблю Он заботливый, нежный Да и вообще, все, что я захочу, он все организует, понимаешь? Он машину продал, чтобы внести первый взнос по ипотеке Да, ой У тебя прокладки есть? Да, там, в ванной возьми Спасибо, Поля, что поддержала Да ладно, ничего, мам Привет А ты тут что делаешь? Я хотел с тобой поговорить Я звонил, но ты трубку не берешь Я ездил к тебе домой Бабушка сказала, что твоей маме какие-то проблемы Я могу чем-то помочь? Нет, Коль, спасибо Ты со мной хотел поговорить, а что-то случилось? Я хотел извиниться за свою резкость Ты все-таки беременна У тебя гормоны бушуют, я понимаю Подожди, ты беременна и пила вино? Я... я чуть-чуть... Ты у меня еще прокладку попросила У тебя что, кровотечение? Надо в больницу срочно Кровотечение? Пойдем, я отвезу Да нет, все в порядке Да какой в порядке? Ты можешь ребенка потерять Стой А ты вообще беременна? Да Я тебя просила, результаты УЗИ А ты сказала, что потеряла Все Ну вот зачем ты влезла? Коля! Умоляю, снимите магию Коля бросил меня Он узнал, что я врала ему по беременности Ты врала ему, чтобы поскорее на себе женить? А дальше как ты планировала действовать? Я... я не знаю Тебе важна была победа любой ценой Ваше отношение разрушило то, что ты не учитывала его интересы А потом еще и наврала про свою беременность Ты хотела поскорее затащить его под венец, чтобы обыграть мать Поэтому ваша связь ослабла и в ваши отношения вмешалась магия Я вас отсекаю от прошлого То ресас исключаю повторы в будущем Первым помогаю перейти на новый уровень Без блока Данные рунической формулы Уничтожаю помехи И исключаю возврат к негативу И что? У меня будет шанс, что Коля ко мне вернется? Магию с него я сняла Но Рона Вунью говорит о том, что теперь все зависит от тебя Научись любить себя И перестань соревноваться с матерью Из-за этого соревнования ты любимого перестала слышать И оттолкнула его от себя Он вернется, если только ты научишься дарить ему внимание и поддержку Да, Вера была права Я действительно слишком активно пыталась женить на себе Колю Про беременность ему наврала Дура я, дура Но я правда очень любила его и надеялась, что еще не все потеряно Зачем ты вообще ему соврала про эту беременность? Женить его на себе хотела? Ну пойми, не в штампе счастья Я вон два раза была замужем, а толку? Ну ты хотя бы там была А мне уже 28 лет А до Коли ни одного нормального романа Ты вон вообще думала, что я никогда замуж не выйду Я же не такая, как ты Красивая Красивая? А что мне дала эта красота? Да, два неудачных брака И роман с брачным аферистом? Бать права Я дура Поль, я люблю тебя Ну, простишь, я редко это говорила И рядом меня не было Ну, прости меня Привет Привет Коль Прости меня, пожалуйста, что я тебе врала Я очень люблю тебя И правда мечтала родить тебе ребенка Но я врала, потому что хотела тебя удержать Удержать? Я, кажется, никуда не собирался сбегать Просто Я считала, что я не такая Красивая, как мать И Думала, что если я выйду замуж Раньше чем она Докажу, что я лучше Так вот почему ты с катушек слетела с этой свадьбой Слушай, я не готов так жить И не готов жениться на тебе Только чтобы ты решила свои проблемы с матерью А проблем больше нет Я с ней помирилась И вообще, если ты не хочешь свадьбы, не будет Просто не бросай меня, пожалуйста Полина и Николай поженятся через три года Полина подружится с матерью и простит ее Нельзя строить отношения с любимым Пытаясь этим что-то доказать своим родителям В такие непрочные отношения Может вмешаться магия Которая окончательно их уничтожит